Договор аренды Договор об аренде земли составляют юристы и сельхозпредприятия. Естественно, что прописывают они в документе условия, выгодные в первую очередь агрохозяйству. Санна Андреевна, скажите, как этот договор должен быть единым для всех лиц, решивших сдать в аренду свои квоты? И имеют ли право собственники сельскохозяйственных земель потребовать внести изменения в некоторые пункты, чтобы документ из типового превратился в индивидуальный? Ну я начну. Да, действительно, должна согласиться с тем, что вы сказали. Почему? Потому что за последнее время, по крайней мере, наше представительство действительно отмечает большое количество вопросов, жалоб наших граждан, которые отмечают различные аспекты нарушения своего права частной собственности на землю. И, естественно, сталкиваются с проблемами. Какие? Мы, в принципе, по этому вопросу уже дважды делали анализ. Первый анализ, который был сделан нашим представительством Офиса народного адвоката в 2011 году, тогда показал интересную картину, что на тот момент больше половины земли практически не обрабатывалось. Ну это по различным причинам. Это в том числе те земли, которые находились под садами уже заброшенными, виноградниками заброшенными и так далее. Если второй анализ привести в пример, это уже 2017-2018 год, то мы обратили внимание, что почти вся земля обрабатывается. То есть земля действительно является ценностью. И, конечно же, люди должны быть очень внимательны при заключении договоров аренды. Обращаю внимание, что в 2019 году перестал действовать закон, который был достаточно долгое время. Закон об аренде земли с хозяйственного значения. И на сегодняшний день все положения, связанные с арендой земли, они содержатся в Гражданском кодексе, начиная с 1288 статьи. Именно договор аренды. Посмотрите, на что нужно обращать внимание. Конечно же, прежде всего мы говорим о том, что это гражданско-правовые отношения, где стороны равны. То есть независимо от того, что у какого-то человека может быть в собственности всего лишь 3-4 соточки, например, а у другого может быть 30-40 гектаров, они по правам и обязанностям абсолютно равны. Поэтому, естественно, каждый из них вправе включать в договор те условия, которые его устраивают. Естественно, что это прежде всего само название договор. То есть должны прийти к соглашению по всем пунктам и только потом подписывать этот договор. И вопрос еще был. Имеют ли право собственники сельскохозяйственных земель потребовать внести изменения? Да, конечно же. То есть собственник просто-напросто не подписывает данный договор, не сдает в аренду, например, этот участок земли сельскохозяйственного назначения, либо это имущество, в конце концов трактор, сейлок или ряд другого имущества, ровно до тех пор, пока условия договора, как я уже сказала, не будут его устраивать. То есть нет такого понятия гражданско-правовых отношений, что обязательно будет типовой. Нет. Во все договора собственник вправе или сторона, давайте скажем так, что мы не всегда являемся собственниками в договорах, сторона вправе внести те изменения, которые она хотела бы, но нужно получить согласие второй стороны. То есть в договор включаются только те условия, по которым стороны договорились. И чем рискуют квотчики? Мы знаем, что нет такого слова в законодательстве квотчики, но мы привыкли так говорить. Чем рискуют квотчики, которые не читают внимательно договор об аренде земли, прежде чем его подписать? Действительно, рисков бывает очень много. Я приведу примеры, потому что просто-напросто этим занимались. Одно из условий договора, которые своими глазами видела, что собственник земельного участка должен участвовать в так называемых конноручных работах. Что это такое? То есть быть вместо тягловой силы, например, или что он конкретно должен делать? Естественно, собственник подписал, а впоследствии, если вдруг возникнет вопрос, что собственник в том числе привлекается к обработке этой земли, и мало того, что земля его он еще будет обрабатывать, а в итоге получает только арендную плату, установлено, естественно, что это может быть оценено как нарушение прав этого собственника. Во-вторых, допустим, было такое условие включено, как, например, что арендатор освобождается от выплаты арендной платы в случае некоторых обстоятельств, некоторых, дальше скобочка, наводнение, засуха, пожар, слишком сильные дожди и так далее. То есть под эти основания фактически можно подвести почти каждый год у нас. У нас понятно, что зона рисковала земледелие, поэтому в данном случае тот собственник земли, который подписал этот договор, он просто рискует тем, что больше практически за все годы аренды ничего не получит. Андрей, ну вот это то, что касается аренды земель, но когда мы в банке оформляем какие-либо документы или в другом либо каком-нибудь предприятии, то есть прописаны мелкими буквами. Обязательно ли вот эти мелкие буквы читать? Вообще я скажу так, что нужно читать все. То есть и то, что прописано крупными буквами, и то, что прописано средними, и в том числе мелкими. То есть любой договор, любую бумагу вы подписываете только тогда, когда вы ясно поняли, о чем идет речь. Это касается в том числе составленных, допустим, договоров на другом языке. Не будем сейчас говорить, какой. Это любой другой, который вы не понимаете. То есть здесь вы просто-напросто должны понимать, что если вы подписали какое-то обязательство, то, естественно, вы сами это потом и должны будете выполнить. Иногда просто-напросто подмахивают бумаги, не читая, и рискуют потерей той же квартиры, дома. Почему? Потому что якобы они подписали договор горения, в итоге выясняется. Естественно, что вы-то вправе будете доказывать, что вас обманули, но каким образом вы это будете делать? То есть как собирать доказательства? Просто-напросто возникает очень большое количество проблем, когда люди действительно не читают то, что они подписывают. Ну и такой еще вопрос. Могут ли агрохозяйства в пункте договора, то есть юристы агрохозяйства или лидеры, в пункте договора срок аренды земель указывать 20-25 лет? И как правильно расторгнуть договор в случае, если у собственника сельскохозяйственных земель возникло желание сдать в аренду свои квоты другому экономическому агенту? Ну, как правило, эти положения, они действительно должны быть прописаны в самом договоре. И посмотрите, срок договора аренды согласно законодательству, гражданского законодательства, на сегодняшний день устанавливается от 1 года и до 30. То есть фактически вы можете самостоятельно сдать свой земельный участок и на 2, и на 3, и на 5, и на 30 лет, но не более. Это первое условие. А второе условие, что в том случае, когда планируется на вашем земельном участке посадить какие-то культуры многолетние, в данном случае сады, скорее всего, ведь сады, виноградники, например, да, то здесь срок аренды сразу устанавливается не менее чем 25 лет. То есть фактически у вас будет право максимум только решать 25, 26, 27, либо все 30. Ну, конечно же, это сделано для того, чтобы за это время и сад вырос, и собрать урожай, и покупить, естественно, да. Поэтому на эти моменты как раз-то и нужно обращать внимание. Но что касается досрочного расторжения, то тоже обращаю внимание на то, какие будут условия прописаны. Почему? Потому что досрочное расторжение как таковое, оно возможно либо по соглашению сторон, либо по инициативе, допустим, только одной стороны, либо иногда в некоторых случаях, когда стороны не могут прийти к согласию, а требуется именно их взаимное соглашение, в конце концов, даже в суд нужно обращаться. Поэтому, если вы прописали, например, ваше желание вправе, что вы можете односторонне расторгнуть по каким-либо причинам, опять же, причины прописываем, например, тот, кто обрабатывал землю, он не выплачивал арендную плату своевременно, либо наносит очень серьезный ущерб этому имуществу сельскохозяйственного значения. То есть вы, да, вправе, допустим, досрочно расторгнуть, если вы просто хотите, вы нашли другого лидера, другого арендатора, который предложил вам, может быть, лучшие условия, то посмотрите, есть ли условия об этом, о досрочном расторжении. Как правило, тот, кто хочет досрочно расторгнуть, он должен предупредить за определенное количество времени, то есть это чаще всего не менее чем за три месяца, о том, что вы хотите расторгнуть данный договор. То есть это была возможность и подготовиться, и так далее. И при этом еще помнить, что если, например, хотите расторгнуть договор, ну, например, в июне-июле, а арендатор уже посадил что-либо, то придется возвращать ту стоимость плодов, которые должны были быть им получены. Спасибо, Штана Андреевна. У нас есть телефонный звонок. Давайте мы послушаем нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня один вопрос. Я из Вулкане звоню. Дело вот такое. Моя жена заболела была. Госпитализировали ее с повышенным давлением. В больницу забрали, подлежала она там, ну, полторы недели. Как она вышла, она заболела коронавирусом там, прямо в больнице. Ей плохо стало. Приехала домой, звонили врачу, говорим, так и так, что нам делать? Вы обращайтесь к семейному врачу. Обратились. Она назначила нам дать анализ. Сдали анализ, да. Выявила, что она болеет коронавирусом. По вине врачей. Сейчас мы потратили, считайте, еще она на ходу, нездоровая. Три недели с лишним наняли медсестру. Медикаменты покупали сейчас за свой счет. Нам положена какая-то компенсация на вот эту затрату или нет? Скажите, пожалуйста. А у меня возник вопрос, а почему вы покупали за свой счет? А где нам надо было, нам семейный врач диктовал по телефону. Вот это купите, вот это купите, вот это мы список сделали. И покупали, дочка покупала и приносила нам домой. Нам нельзя было выходить никуда. Да, 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 я просто-напросто думаю, каким образом, почему не произошло вот здесь вот то, что должен был сделать семейный врач. Ну, конечно, вы вправе подать жалобу против врача. Почему? Потому что уже начиная с декабря месяца, с конца декабря, были установлены протоколы лечения, согласно которым семейный врач выписывает препараты. То есть вам выдается рецепт на эти препараты. Даже на сегодняшний момент министерство должно определить возможности для того, чтобы препараты в том числе и доставлялись на дом, согласно последнего решения комиссии. То есть вы не должны были покупать препараты, по крайней мере. Я вас чуть-чуть перебью. Мы даже сами звонили ей, что нам делать. Она даже полслова сама не интересовалась, как наше здоровье, что мы делаем. Ну, я... Недавно были у нее, она показывает нам список, вот что нам только разрешили, мол, и все. Что нам, куда обратиться? В суд, конечно, если скажешь. Нет, в суд вы не... Суды обращаться, куда нам? Давайте... Я, конечно, не буду сейчас ничего оправдывать, но давайте определимся. Самое главное, что на сегодняшний момент просто констатировать факт, что у каждого семейного врача очень большое количество пациентов. Поэтому, естественно, что прежде всего звонят своему врачу сами пациенты. То есть семейный врач это в таких, в экстренных случаях только перезванивает, как вы сказали, интересуется. У нас действительно есть большая проблема нехватки медицинских кадров. Поэтому еще один момент, на который я хотела бы обратить внимание. Я, к сожалению, вынуждена, скажем так, не согласиться с тем, что ваша жена заболела коронавирусом в больнице по вине врачей. Почему? Потому что этим заболеванием заболевают, ну, скажем так, в любом месте, к сожалению. И врачи, ну, никак не могли действительно полностью предотвратить то, что в самой больнице может быть тоже коронавирус. Почему? Потому что пациенты приходят разные. И сегодня, опять же, по протоколу помещение человека в больницу не обязательно должно проходить только через тест. То есть у нас был такой период, что помещали в больницу по любому заболеванию только по наличию теста. Не делали время на какие-либо операции. Но на сегодняшний день это уже не работает. То есть кому необходима медицинская помощь, ее оказывают всем. Вот другой вопрос, куда обращаться, естественно. Ну, если у вас есть непосредственно, конечно, в любом случае директор центра семейных врачей, к которому можно обратиться с жалобой на то, что ряд препаратов вам действительно не был выписан по назначению, и вы то, что на сегодняшний день предусмотрена единая программа медицинского страхования, вот здесь тоже сделаю акцент. То есть семейный врач действительно может выписывать именно те препараты, которые входят в протокол, утвержденный Министерством здравоохранения. То есть если нужны какие-то препараты, не входящие в эту программу, то вы их покупаете самостоятельно. Это и есть такое. Но я бы рекомендовала все-таки обратиться непосредственно к заведующей центра семейных врачей для того, чтобы уже прояснить конкретно, что было, когда было, что назначено, почему не назначено, и дальше уже получить необходимую консультацию о последующих действиях. Мы благодарим нашего радиослушателя, Савур, конечно, и спасибо, Светлана Андреевна, но у нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Меня зовут Анна, я села Гайдар. Слушаем вас. Я 62-го года рождения. И? Когда мне на пенсию... Сколько вам сейчас, чтобы я не считала уже? Я 12-го ноября 62-го года рождения. Сколько вам сейчас лет? Пожалуйста. Сколько лет вам сейчас? Когда мне на пенсию. Вам сейчас сколько полных лет? 38, 58. 58, в ноябре будет 59, когда мне на пенсию. Вот когда вам исполнится 59 и 6, тогда и пойдете на пенсию. Спасибо большое. Вам в любом случае нужно будет заранее. Посмотрите. Дело в том, что перед тем, как вам исполнится определенный возраст, вы можете, скажем так, обратиться в кассу социального страхования. Касса социального страхования уже скажет те условия, которые будут действовать на тот момент. Почему, обращаю внимание. Потому что у нас пока еще есть закон, который должен будет вступить в силу, пока предусмотрено, с 1 января 2022 года, об уменьшении возраста. Поэтому на данный момент выходит на пенсию 59. На данный момент. Так что с 1 июля будет 59,6, если не ошибаюсь. Поэтому лучше, когда вы достигнете этого возраста, во-первых, или с начала следующего года, если будет действовать этот новый закон, тогда, возможно, вы чуть-чуть раньше выйдете на пенсию. Но все будет определяться будущим, наверное. Я почему так говорю, потому что, не знаю, к сожалению, или просто-напросто констатирую, что в этот закон многострадальный номер 156 о государственной пенсионной системе вносились изменения и вносятся практически постоянно. И что будет завтра, пока, наверное, проблемно определиться. Спасибо, Анна, вам за ваш звонок. 2.49.60, уважаемые радиослушатели, звоните к нам в студию прямого эфира и задавайте свои вопросы. У нас сегодня Светлана Андреевна Миронова, начальник представительства Офиса народного адвоката города Камрата. Светлана Андреевна, мы продолжаем про аренду земель. И следующий вопрос звучит таким образом. Агропромышленный комплекс Гагаузи не влияет на юридические взаимоотношения между арендодателями и квотчиками. Кто может встать на защиту квотчика в случае, если арендатор не выполняет условия, прописанные в договоре? В принципе, здесь, опять же, гражданская процедура в зависимости от того, как был заключен договор. То есть, в конце концов, можно воспользоваться помощью адвоката. Если не выполняются условия договора, сначала самостоятельно написать претензию, то есть заявление, с чем вы именно не согласны, что вы требуете написать. Когда вы заключаете договор, во-первых, давайте отмечу, что договор, он составляется в трех экземплярах, как правило. Один экземпляр, потом зарегистрированный, должен быть обязательно у собственника земельного участка. Второй в том, скажем так, органе, где произошла регистрация. То есть это либо в примарии, либо в территориальном кадастровом офисе. Ну и третий, естественно, экземпляр у арендатора. То есть вы обращаете сами, во-первых, этот документ храните, то количество лет, насколько заключен договор. Во-вторых, сами внимательно прочитаете все условия и периодически в него заглядываете. То есть, если вдруг не выполняются те условия, по которым вы договорились, вы, естественно, имеете право сначала написать претензию, то есть потребовать восстановления ваших нарушенных прав. И если ориентатор не реагирует на это заявление, вы уже обращаетесь с исковым заявлением в судебную инстанцию, ну, допустим, с тем, чтобы расторгнуть договор. Либо иногда бывает и так, что необходимо взыскать не заработную плату, ой, извиняюсь, не заработную плату, а арендную плату. Почему? Потому что у нас были примеры того, что арендаторы, допустим, не выплачивали 3-5 лет, и все говорили завтра, завтра. Люди, к сожалению, верили вот этим вот устным обещаниям. В итоге теряли право на компенсацию, на выплату. Почему? Потому что здесь действует общий срок исковой давности 3 года. То есть, если вы в течение 4-5 лет ничего не делали, то вы максимум, что можете взыскать, это суммы только за последние 3 года. А те 4-5 годы, они просто-напросто пропадают. Поэтому будьте внимательны, не ждите, не слушайте обещания. Только, конечно, бумага, понятно, что многое стерпит, но, тем не менее, обращайтесь письменно к арендатору, и точно так же письменно он должен дать вам ответ на ваше заявление. И уже этот ответ вы будете обжаловать, допустим, по обстоятельствам. У нас есть еще один телефонный звонок от нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела спросить. Я заболела, я переболела ковидом. И у меня есть побочные эффекты остались. У меня всегда горло болит. Не могу попасть к врачу. Я хочу дать вторичный тест. Тест не берут. Надо платно. Откуда я пенсионерка? У меня 1000 леи пенсия. И дать 800 леи, чтобы я прошла второй раз тест на коронавирус. Я поняла ваш вопрос. Во-первых, я не медик, конечно, я больше юрист. Но согласно общим, скажем так, правилам, тест берется тогда, когда есть подозрение. То есть давайте определимся так, что согласно, скажем так, рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сам ковид долго, тем более после лечения, он долго не находится в организме. Это уже дальше. То есть вам не обязательно делать сейчас какой-либо тест. То есть только тогда, когда будут признаки, сами признаки. У меня, извините, то, что у вас болит горло, это могут быть последствия, это не может быть ковид. У меня обоняние еще не пришло, и не могу попасть к врачу. Давайте так. Значит, в отношении обоняния всего остального, у меня до сих пор оно не восстановилось, хотя болело уже около полгода назад. Поэтому это не проблема, это потихонечку восстановится. Опять же говорю, что я не медик. В отношении врача, просто сегодня из-за того, что у нас введен режим чрезвычайного положения, установлены правила, что в медицинское учреждение можно попасть по записи. То есть вы звоните в регистратуру, вы звоните в свой центр семейных врачей, что там, в зависимости от того, где вы находитесь, где вы проживаете. И вас обязаны записать на прием. Естественно, записывают в порядке очереди. И вот тот день, когда будет вам назначен прием, естественно, вы попадаете к врачу и говорите все свои, называете все свои проблемы. То есть просто так, да, лучше не идти. Почему? Потому что, ну, есть разные случаи. Сегодня срочных больных принимают. То, что вот вы сейчас описываете, это последствия. К сожалению, сегодня более 80% людей, даже те, которые перенесли в легкой форме, они все почти имеют определенные последствия. Страдает и нервная система, и желудочно-кишечный тракт, и суставы, и все, что хотите. Поэтому самое лучшее, что мы можем на сегодняшний день сделать, это не заболеть. Поэтому нужно и оберегаться. А уже потом, естественно, потихонечку восстанавливаться с помощью всевозможных средств, естественно, с поддержкой медиков. И давайте еще раз отметим, что как бы мы ни относились, что бы мы ни хотели, но сегодня мы должны поддерживать наших медиков. Почему? Потому что их остается все меньше и меньше. Это просто-напросто проблема номер один для нашего государства. Спасибо. И так далее. Бейте тревогу, что вам не оказывается помощь. Спасибо. Спасибо большое вам тоже. 2.49.60, уважаемые радиослушатели, звоните, задавайте свои вопросы. Светлана Андреевна, ну и вот такой вопрос, касаемо нашей темы. Кто в Молдове регулирует количество выплат за аренду земли в денежном эквиваленте или натурой? Так как бытует мнение, что между экономическими агентами отдельных населенных пунктов есть устная договоренность выдавать примерно одинаковую арендную плату. Ну, опять же, возвращаемся к тому, что это прежде всего гражданские отношения. То есть оплата определяется непосредственно сторонами. Да, в том самом законе, который я называла, закон об аренде земли с хозяйственного назначения, был установлен минимум. То есть ниже этой стоимости в размере не менее 2% от стоимости имущества выплачивать арендную плату нельзя было. Сегодня, как договоритесь, просто-напросто, как договорились. Да, допустим, не забывайте, что у нас в этом отношении есть еще и гагаузский закон, закон об аренде земли. Значит, вот в этом гагаузском законе прописывается этот минимум, 500 килограммов, если не ошибаюсь. Значит, в республиканском, то есть в гражданском кодексе на сегодняшний день такого минимума нет. Есть минимум только в отношении публичной земли, то есть та земля, которая находится в собственности у государства, у местных органов власти, только там вот те самые 2%. А в частных отношениях, то есть те, которые заключает просто житель, допустим, нашей республики, этот вопрос решается сторонами. Единственное, что определено, что эта оплата, естественно, может быть определяться, она определяется в деньгах, в принципе, да, в денежной единице, но выплачивается как в натуре, так и в денежном выражении, так и в смешанном выражении. И стоимость, то есть по какой стоимости выдается тоже зерно, оно должно быть никак не ниже стоимости зерна в этой местности на данный момент. То есть если все остальные продают, например, пшеницу за 3 лея, следовательно, вам пшеница тоже за 3 лея будет выделена. Вот примерно таким образом. Кстати, еще один момент, он не совсем связан, может быть, с заключением договоров, но обратите внимание, особенно те, кто на сегодняшний день являются трудоспособными, то есть не пенсионерами. Если у вас есть в собственности земля, вы ее сдаёте в аренду, естественно, получаете доход, то по этому доходу нужно в том числе отчитаться, подать декларацию в налоговую и выплатить налог подоходный. Сам налог на недвижимость, то есть на землю, выплачивает арендатор, а вот подоходный налог, то есть исходя из той стоимости зерна, которую вы получили, вы должны обязательно подать декларацию и уплатить подоходный налог 12%. То есть просто вспомнилось, что очень многие люди потом удивляются, откуда у них акты налоговой инспекции и, естественно, решение о привлечении к ответственности налоговой, в данном случае, именно за неподачу декларации и невыплату, естественно, подоходного налога. Так что обращайте особое внимание на то, какую сумму вы прописали вот именно в договоре, это первое. Второе, как вы определились, какой срок, допустим, вам, допустим, должны выплатить эту арендную плату, ну, например, не позже 31 октября, либо не позже там еще какого-то числа. То есть к этому моменту, естественно, что должны быть погашены все обязательства сторон. Спасибо, Светландрия. У нас есть очередной телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Я звоню из Кангаза, у меня такой вопрос. Мой сын закончил Таракийский педагогический институт, отделение учитель музыки. Имеет ли право он после окончания получать подъемные деньги, если он трудоустроен? Ну, во-первых, он подпадает под понятие молодой специалист только если, вот он окончил, допустим, в 2021 году окончил, он имеет направление непосредственно в какое-то учебное заведение. Он идет туда по направлению работать, значит, отрабатывает, должен работать, кстати, 3 года, не менее. И только в этом случае, вот когда именно по направлению он проходит и сразу после окончания, то есть 21 год закончил, 21 год устроился на работу сразу же. А только в этом случае он имеет право на получение вот этих вот подъемных, как молодому педагогу. Даже если он обучался на контрактной основе? Ну, конечно. Если есть направление, вперед. То есть для того, чтобы получить направление, он должен заключить договор с каким-либо учебным заведением, что он именно туда идет работать. Понятно. Спасибо. Спасибо вам тоже. И у нас есть вопрос, который пришел к нам на электронную почту. Добрый день. Светлана Андреевна, вы недавно высказали свое мнение по поводу законодательной инициативы Александра Тарнавского и заявили, что она не нарушает права человека. Допустим, что само собой разумеющимся является и то, что не будет нарушено требование о невозможности внесения изменений в избирательный кодекс после объявления начала избирательной кампании. Более того, можно будет последовать и совету Венецианской комиссии не менять избирательное законодательство за год до выборов. В чем тогда могут возникнуть сложности при внесении изменений в избирательный кодекс? Значит, посмотрите. Во-первых, почему высказала мнение, что данная инициатива, она в целом не нарушает права человека. Потому что данная инициатива касалась только исключения при проведении выборов народное собрание, исключения такого органа, как окружной избирательный совет. То есть, почему не нарушает? Потому что избирательное право как таковое включает в себя активное и пассивное право. То есть, активное это право избирать. То есть, все граждане, которые обладают избирательным правом, то есть, достигшие возраста 18 лет и граждане Республики Молдова, они обращаются на избирательный участок, в избирательное бюро и осуществляют свое право голоса. Они не обращаются в окружной избирательный совет. Тот, кто желает быть избранным, следовательно, он, естественно, обращается, так как по избирательному кодексу Гагаузии предусмотрено, он обращается в Центральную избирательную комиссию, где его регистрируют, при соответствии условиям, предусмотренным кодексом. Кодексом и в том числе уложением Гагаузии. Значит, то есть, данное право урегулировано. Да, есть, действительно, и в нашем ответе непосредственно Народному собранию, мы, скажем так, снова привели в пример, действительно, рекомендацию Венецианской комиссии о том, что за год до проведения выборов нежелательно менять избирательное законодательство. На тот момент, когда, скажем так, инициатива была выдвинута, выборы уже были начаты. Да, на сегодняшний день они отменены полностью. На тот момент они были начаты. Поэтому и в том числе, насколько известно, значит, по срокам окружные избирательные советы уже должны были быть, скажем так, утверждены. То есть, сформированы округа за 50 дней до выборов, но, естественно, что за 50 дней окружные избирательные советы. То есть, подготовительная работа уже началась. И просто так в середине кампании менять законодательство, конечно же, вносит, может внести определенные сложности. Во-первых. Во-вторых, те же окружные избирательные советы упоминаются не только в статье 75, в которой предлагалось сделать изменения, но и по всему тексту избирательного кодекса Гагаузии, в частности, то есть у окружных избирательных советов есть определенные полномочия, которые не до конца, скажем так, заменяются в случае их устранения вообще из законодательства при проведении выборов. Поэтому все инициативы, конечно же, в первую очередь должны быть полностью проработаны с, в крайнем случае, с внесением изменений абсолютно во все статьи. То есть, для того же требования закона Гагаузского, например, в законодательных актах, закона ТО Гагаузии, что нормативный акт должен быть четким, последовательным. То есть, эта последовательность должна сохраняться по всему тексту нормативного акта. Ну и такое же, естественно, требование есть и в законе Республики Молдова о нормативных актах. Поэтому, естественно, что никто не отбирает и не посягает, я бы так сказала, на право народного собрания принимать нормативные акты строго в тех областях, которые предусмотрены законом об особом правовом статусе. Просто каждая инициатива, естественно, должна быть полностью соответствовать требованиям законодательства, в частности, называем законодательство Республики Молдова в целом, уложению Гагаузии, непосредственно закона о законодательных актах Гагаузии, ну и ряд других моментов. Естественно, регламент, регламент народного собрания. Вот эти моменты, кстати, были и отмечены. А уже каким образом будут обеспечены избирательные права наших граждан при выборах депутатов народного собрания, теперь остается, опять же, мяч на поле народного собрания, которое должно определить новую дату. Спасибо, Светлана Андреевна. У нас есть телефонный звонок. Давайте мы послушаем очередной вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Для начала у меня будет просьба к редакции. В дальнейшем, когда будут включать прямую линию, желательно, чтобы изначально тему обсуждения передавали, и чтобы люди знали, в каком направлении задавать вопросы. Потому что тут возникает вопрос, который не касается данной темы сегодняшнего передачи. Нет, господин Шидер, здравствуйте. Во-первых. Во-вторых, давайте скажем так, что эта программа общая, то есть любой житель Республики Молдова и Гагаузии, в частности, конечно же, может задать свой вопрос. Любой тем, по защите конституционных прав. Говорите, в чем ваш вопрос. В начале программы мы объявили тему, но это юридическая радиоконсультация, поэтому то, что интересует людей, они могут задать. И, как я понял, сегодня тема разговора идет на гражданско-правовые отношения в аренду земель и другого имущества. Да, в соиск хозяйственном, да. Что касается аренды земель, это как-то более-менее немножко есть видение, как люди понимают, сдают аренду. Но другая тема у нас, по которой я вас приглашал, премарию Села-Чичникой, на заседание собрания, по сегодняшний день премария Чичникой не отчиталась по моему данному заявлению. И эта проблема существует не только в Селе Чичникой, а по всей Гагаузии. Не знаю, как в молдавских школах, но как я понял, и разговора с Андреем Дмитриевым, начальником управления промышленного комплекса, проблема имущественных вопросов связана с техниками и зданиями бывших агрохозяйств. Это по сегодняшний день существует. Данная премария на сегодняшний день не дает ответ, что у них до сих пор нет кадастровых документов, какое имущество, кто чем владеет в населенном пункте. И эта тема вопроса стоит остро. Некоторые лидеры хитрые наворовали это имущество и наколотили себе состояние, а другие люди лишены своих имущественных долей и покидают свои дома и не имеют никакой выплаты по этим имущественным долям. И как законом нерегулирована выплата, арендная плата по этим имущественным долям. Непонятно, как, почему, на какое имущество заключает договор и на какую сумму. Что из этого имущества требует от арендатора. А некоторые лидеры на сегодняшний день с этим имуществом, техникой, зданием пользуются в личных интересах, все плоды извлекаются к себе, а дольщикам никакой арендной платы не платят. Вот поэтому этим вопросом нужно выходить и в парламент, и в Конституционный суд. Пусть Конституционный суд гарантирует права граждан, как написано в Конституции. И этот закон нужно проработать, и чтобы люди понимали, что как конкретно. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Господин Шидер, спасибо. Я выражаю тоже точно такую же беспокоенность. И тут я с вами полностью согласна, что действительно после распада бывших колхозов, прежде всего это действительно колхозов касалось, да, были и агрохозяйства. Если вопрос с землей был решен более-менее внятно, понятно и так далее, то есть земля была просто-напросто распределена, и ее получили люди, бывшие колхозники, то вопрос с имуществом, он практически действительно завис. И на сегодняшний момент нет четкого понимания того, что делать с этим оставшимся имуществом. То есть давайте определимся прежде всего с тем, что прошло уже действительно много лет, то есть тут некоторых уже и по 20 лет, как нет того или иного колхоза, не существует. По идее, на тот момент, то законодательство, которое действовало, было определено, что, естественно, имущественные доли должны были быть переведены в собственности, должно было быть понятно, где чье. Чаще всего, скажем так, бывшие колхозники получили документ, который, скажем так, ну я бы назвала сейчас просто бумажка-справка о том, что такому-то товарищу, такому-то колхознику принадлежит имущество на сумму, допустим, 150 рублей. Это еще, как правило, рубли еще были. А где эти 150 рублей конкретно? Они, я не знаю, столько-то котельцов вот такого-то склада, или это столько-то колес такого-то трактора, или какая-то конкретно запчасть этого трактора, к сожалению, не было определено. То есть колхозы, прежде чем развалиться, они должны были в том числе утвердить право собственности. Право собственности, то есть вот здесь какой проблемный момент. Дело в том, что нельзя сейчас просить какую-то арендную плату, если это имущество еще не твое. Да, имущественные доли были определены, но они не перешли в собственность. То есть нигде абсолютно никак не зарегистрировано это право собственности. Где-то сохранились, допустим, хоть какие-то протоколы, хоть еще какие-то бумаги, на основе которых что-то еще можно сделать. Конечно же, ваша публичная власть непосредственно в каждом населенном пункте должна будет прежде всего инициировать процессы по определению вот этого оставшегося имущества. Где-то по взятию на баланс, то есть это бесхозное как таковое сегодня иногда бывает имущество, должно быть определена его юридическая судьба. То есть кому действительно оно будет принадлежать на праве собственности. Если кто-то, как вы сказали, действительно захватил, использует это имущество без спроса, естественно, что здесь эти вопросы также должны на них быть получены ответы. Поэтому, на мой взгляд, ну это, скажем так, не мы будем инициировать, не будет этим заниматься Конституционный суд прежде всего. Давай вот так еще скажу. Дело в том, что да, эта процедура должна будет быть определена. Естественно, что эта процедура, скорее всего, должна быть определена, разработана правительством. А уже потом, то есть эти вопросы должны быть разрешены до конца. Как их будут решать? Здесь уже возникает, естественно, недопонимание. Почему? Потому что практически вся техника, которая принадлежала бывшим колхозам на сегодняшний момент, по прошествии времени, она уже и так должна была быть списана. Почему? Потому что проценты износа, может быть, я согласна, что какие-то там машины, трактора и так далее еще продолжают работать благодаря хорошим рукам. Но сами по себе эта техника уже, как таковая, устарела, минимум. Эксплантация время прошла. Действительно. Что касается каких-то зданий, сооружений, действительно, они тоже многие пришли в упадок, полную негодность. То есть, как будут определять, здесь тоже нужно ответить на этот вопрос, как будут определять, что именно осталось, и стоимость этого имущества. Поэтому вы подняли действительно серьезный вопрос, который должен быть взят во внимание наших органов власти. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день, Светлана Андреевна. Добрый, говорите. Меня зовут Любовь Ивановна, я живу в Камраде. Слушаю вас. По наследству мне досталась квота в Унгенском районе. И вот уже на протяжении 6 или 7 лет я с этой квоты не получаю ничего. А почему? Когда я звоню в примарию, мне говорят, что эти земли не обрабатываются. Какие налоги я должна платить или не платить? Я пенсионерка, мне уже 69 лет. И еще бы я хотела выяснить, куда мне следует обратиться, чтобы достоверно узнать, обрабатываются ли эти территории. Любовь Ивановна, скажите, пожалуйста, вы оформили свое право собственности? Да. Зарегистрировали, да, вот это имущество на себя? В 2013 году оформила право собственности на 1 гектар земли. Ну, в общем, в Унгенском районе. Я поняла. И второй вопрос. У наследателя, то есть от кого вы получили эту землю, у него был заключен какой-либо договор аренды? Вот это я, к сожалению, не могу выяснить. Понятно. Значит, посмотрите. Конечно, в первую очередь желательно обратиться непосредственно, как вы и сделали, в местные органы власти. Почему? Потому что именно примария должна знать, существует ли определенный договор аренды. Почему? Потому что даже если договор аренды регистрируется в кадастре, в территориальном кадастровом офисе, в любом случае кадастр сообщает, то есть информирует местные органы власти о том, что есть какой-то договор заключенной аренды. Во-вторых, непосредственно на месте вам просто-напросто могут показать, где этот участок. И вы сами своими глазами можете убедиться в том, что он обрабатывается или не обрабатывается. Если он не обрабатывается, следовательно, налог, подоходный налог на данную недвижимость выплачиваете вы. А если он обрабатывается, налог на недвижимость выплачивается, естественно, арендатором. То есть может быть и такой момент, что просто, видя, может быть, ваша неактивность, то, что вы ни разу там, может быть, не были и так далее. Может быть... Да, может быть, эта земля и обрабатывается. Может быть. К сожалению, такое часто бывает. Но тот, кто ее обрабатывает, фактически это делает незаконно, потому что он должен был получить ваше разрешение. И если вы убедитесь в том, что действительно земля обрабатывается через примарию, находите эту фирму, допустим, фирму человека, и сначала преподаваете договориться с ним, естественно, можете претензию ему тоже оформить, что он незаконно использует ваше имущество, и он должен за это заплатить. Если он не реагирует, то придется, скажем так, уже решать вопрос, в том числе с привлечением судебной инстанции. Почему? Потому что либо вы будете истребовать свою землю из чужого незаконного владения, либо просить помочь вам в выплате, в погашении, скажем так, того, либо ущерба, либо той платы, которая должна была быть вам выплачена за то время, сколько получается обрабатывать землю без вашего согласия. Но это можно сделать через, естественно, органы местной власти. Да, местные органы власти. И Марию. Да, да. Спасибо большое. Спасибо большое, Любовь Ивановна, вам за звонок к нам в студию. Ну и такой вопрос к нам пришел на почту. Лидеры агропредприятий скрывают свои доходы, прикрываясь сложным сельскохозяйственным годом. Люди в некоторых населенных пунктах получают мизерную оплату за квоты. Объем выплат не меняется годами. Что значит арендная плата исчисляется по банитету земли? И почему она не исчисляется от количества убранного урожая? Какие органы должны требовать прозрачности работы лидеров? Ну, в отношении прозрачности здесь то, что... Посмотрите, опять же, возвращаясь к условиям договора. То есть в том же договоре можно прописать либо какую-то стандартную стоимость. Если вы заключили договор, например, на 20 лет, то, естественно, что и не прописали возможности изменения, то никто не будет, кроме вас, предъявлять претензии и что-либо говорить. То есть эта оплата, которую вы определили, например, в 2011 году, она будет до 2021 года, если договор был заключен на 10 лет, например. В некоторых договорах есть действительно условия, что арендная плата будет исчисляться в процентах от урожая. Но, обращая внимание в том числе, что, опять же, гражданский кодекс, он определяет, что если больше половины урожая погибло не по вине арендатора, то он имеет право уменьшить ту самую арендную плату. То есть очень много моментов, которые берутся во внимание. Но что касается уже, это частные отношения. То есть, естественно, тут кто будет следить за тем, что делает, скажем так, тот же арендатор. Как сам собственник, который этот земельный участок передал в аренду, так и, например, та же налоговая, которая будет проверять те, скажем так, платежи, которые совершают, те сделки, допустим, по всем ли сделкам выплачены ли те же налоги, по крайней мере. Вот на это обращают внимание прежде всего. Это на сегодняшний день, еще раз напомню, рыночные отношения. Как договорились, как прописали. То есть вы имеете право потребовать, чтобы за ваш участок, естественно, была установлена определенная оплата. Что касается банитета, ну понятно, что, конечно, на лучшей земле, допустим, где лучшие черноземы, в целом можно собрать больше, например, урожая, каких-то культур, чем на том-то же песке или глине. Конечно же, это играет достаточно существенную роль, поэтому банитет как таковой и включен как условие. Ну и в завершении можно сделать вывод, что правильный и четкий, как я в начале программы сказала, договор аренды является основой хороших арендных отношений обеих сторон. Да, да. И должны быть просто-напросто наши люди внимательны, грамотны и стараться активно не защищать свои права. Спасибо, Светлана Андреевна. Уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что на этом наша программа юридическая радиоконсультация подошла к своему завершению. У нас сегодня в студии была начальник представительства Офиса народного адвоката Камрата Светлана Андреевна Миронова. А мы прощаемся с вами и говорим вам до скорых встреч в эфире ГГУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова